Так, подожди, у нас подкаст сегодня, Паш, или обзор? Я уже не помню, уже их столько всех было. Ну давай хоть что-нибудь расскажем. Давай, сегодня я тогда про гобоя еще один. Ну ладно, уговорился. Всем привет! Рады приветствовать вас на нашем канале Russian Obolig, на котором мы рассказываем о гобое и обо всем, что с ним связано. И сегодня у нас на обзоре, ну, впрочем, сейчас вы все увидите сами, гобой Регута. Мы уже рассказывали вам об инструментах других крупных производителей большой французской тройки, о гобое Мариго и о гобое Ларе, а сегодня у нас на обзоре гобой Регута модели J. Многие десятилетия Ларе, Мариго и Регута входили как бы в большую тройку французских производителей гобоев, подобно тому, как в Германии существуют фирмы Автопрома, Мерседес, БМВ и Аут. Буквально 30-40 лет назад Регута и гобой в России были синонимами. Все мы в детстве мечтали о гобое Регута, потому что это была самая популярная марка в СССР. Связано это с тем, что когда российские гобоисты переходили на французскую систему, в начале 60-х годов было закуплено огромное количество гобоев фирмы Регута и гобоев серии ББ можно встретить практически в любом крупном городе, где есть оркестр или театр. Времена изменились, и сейчас Регута, к сожалению, стал редким гостем в наших широтах. И с чем это связано, мы расскажем вам в конце обзора. А сейчас давайте попробуем этот инструмент. Гобой, который мы вам сегодня представляем, это гобой фирмы Регута модели «Джей», что означает, что он был разработан совместно с профессором Парижской консерватории и солистом французской национальной оперы Жаком Тисом. Регуту всегда отличал мощный, богатый, насыщенный тембр инструмента, за что ее всегда и любили. Но в целом эти инструменты были чуть высоковаты по строю, из-за этого многие французские гобоисты делали достаточно длинные трости. В этом инструменте это было решено, и в целом по строю он примерно 440-442 Гц. Также фирму Регута всегда отличала очень качественная выделка механики, и, помимо прочего, модель «Джей» достаточно легкая на продов и очень ровная по всем регистрам. Мы очень надеемся, что эта модель и вообще весь модельный ряд Регута будет производиться и далее, поскольку пару лет назад эта фирма была куплена глобальным концерном буфе. Времена изменились, и за последние 10 лет появилась масса новых производителей гобоев. А, как я уже говорил выше, фирма Регута была куплена крупным, большим глобальным концерном буфе. Точно так же и Мариго принадлежит большой японской компании, включающей в себя многих-многих производителей. Последним семейным бизнесом по производству гобоев практически во Франции остается фирма Ларе. И теперь уже сложно говорить просто о большой тройке. Выбор гобоистов огромен, и гобоя Регута, тот самый желанный инструмент, тот самый синоним гобоя, который многие годы был мечтой советских и российских гобоистов, теперь, к сожалению, в России не такой частый гость. И инструмент, который мы вам сегодня показали, это практически один из последних гобоев, который был сделан фирмой Регута до приобретения ее буфе. Что же будет дальше? Посмотрим. Мы продолжим вам рассказывать о всех новинках и всех доступных для покупки инструментов. Как всегда, выбор остается за вами. Пробуйте, выбирайте. И удачных вам звуков, удачных выступлений и удобных гобоев. Спасибо, подписывайтесь на наш канал. И тогда вы никогда не пропустите наши новые обзоры. Все, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok